На очередное заседание сегодня собрались и члены городской межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения. Спектр рассмотренных вопросов широк от сегодняшнего состояния лабытнанских дорог и пешеходных переходов до планов благоустройства на летний период и дальнейшую перспективу. Подробности в материале Андрея Симоненко. Заседание комиссии по безопасности дорожного движения началось с доклада начальника госавтоинспекции города. Так, по данным Дениса Гончарова, за три месяца этого года сотрудниками составлено 5613 административных дел на водителей и пешеходов. В состоянии алкогольного опьянения за рулем задержано 47 человек, в наркотическом – 2, отказались от медосвидетельствования – 21. Выписано пешеходам и водителям штрафов более чем на 3 миллиона рублей. По сравнению с прошлым годом количество автомобилей увеличилось на тысячу и составляет 12 719 единиц. В дорожно-транспортных происшествиях погибло два человека. Пострадал один ребенок против трех в 2013 году. Уменьшение числа случаев участники комиссии связывают с планомерной работой с садами и школами. Например, в этом году лабытнанские юные инспекторы движения заняли второе место на окружном конкурсе. Но результаты можно улучшить, наладив более тесное взаимодействие между госавтоинспекцией и управлением образования. Это будет отражено в решении комиссии. Кроме того, рассматривались вопросы замены стационарного комплекса автоматической фиксации нарушений, который морально устарел. Ям на автобусных маршрутах, установки в границах школ, светящихся знаков пешеходный переход и светофоров и многое другое. Так, полным ходом идет подготовка к летнему ремонту дорог. Документация практически готова и вскоре будет передана на торги. Бюджетное ассигнование в сумме 28 миллионов 224 тысяч рублей доведены из средств дорожного фонда на следующее мероприятие. Первое. Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонного покрытия на отдельных участках до 50 метров квадратных. Второе. Устранение повреждения асфальтобетонных покрытий до 5 метров квадратных и также до 25 метров квадратных. Устранение просадок, о чем было тут сказано, которые мешают движению маршрутных автобусов. Заливка трещин на асфальтобетонном покрытии битумом. Вырубка пеньков, деревянных, железнобетонных, металлических на автодорогах, тротуарах, площадях и внутриквартальных проездах. Ямалавтодор завершит ремонт дороги Лабытнанге-Харп до моста через реку Ханмей. Возможно, будет положительно решен вопрос ремонта 800-метрового участка автодороги от развилки на Харпе-Апскую до моста через ручей Ижедьёль. В целом, очередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения прошло продуктивно и намечены планы на ближайшее будущее. Очень большой спектр проблем мы решаем здесь на комиссии по безопасности дорожного движения. Если мы сейчас начнем это все перечислять, то у нас с вами не хватит времени. Отнесем к этому те вопросы, которые мы не могли долгое время решить с управлением капитального строительства, с расходом Тюмени по устройству пешеходных переходов, с нарушением требований государственных стандартов. Все эти вопросы, все пешеходные переходы были перенесены по результатам решения комиссии по безопасности дорожного движения. К сожалению, конечно, не все вопросы удается решить, потому что по некоторым вопросам предполагается затрата больших финансовых средств. Комиссия не является распределителем средств, поэтому такие вопросы решаются, но просто время на них уходит гораздо больше. Андрей Симоненко, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».